добрый день дорогие друзья я очень рада что вы сейчас все присоединяетесь вот и сейчас мы начнем нашу лекцию которая была сегодня которая будет сегодня посвящена удивительной художнице русской художницы с очень интересной творческой судьбой и чисто человеческой судьбой мы сегодня будем говорить с вами про зинаиду серебрякову я бы начала наверное с того что я бы сказала что если бы по мотивам зинаида и серебряковой по мотивам ее биографии снимали бы художественный фильм наверное это была бы в общем такая очень пронзительная драма потому что у нее была очень непростая судьба она пережила революцию первую мировую вторую мировую до иммиграцию у нее было абсолютно в общем беззаботное детство но при этом она очень рано потеряла отца и было всего два года впоследствии также рано будучи еще 36-летней женщиной она потеряет мужа большая нужда выживание с четырьмя детьми в послереволюционной россии эмиграция во францию и разлука с двумя из своих детей длиною в пол жизни в 36 лет до безвестность в общем на чужбине и безвестность на родине очень долгое время и признание лишь пришедшие к ней за два года до ее кончины в общем надо сказать что этих всех фактов достаточно более чем для того чтобы понять какой сложный сценарий написала для нее судьба но надо сказать что серебрякова никогда не отказывался от своего призвания на никогда не отказывался от творчества от живописи и вообще конечно родившись той семье в которой она родилась сейчас мы потихоньку будем об этом я буду рассказывать в общем то ей была уже предопределена и судьба ее была уже предопределена казалось бы до рождения зинаида евгения серебрякова девичья фамилия у нее лансере родилась 28 ноября 1884 года в конце 19 века в имени не скучным под белгородом в курской губернии а вот родилась она в очень интересный знаменитой творческой семье бенуа лансере вот такие она замечательно и писала акварельный портрет и карандашный портрет автопортреты в юности это одни ее из первых работ ее мама екатерина лансере девичья фамилия у нее была бенуа происходила из очень известной семьи франко-итальянских художников и архитекторов да и честно говоря сама она была тоже одаренным художником графиком хотя будем считать что с момента когда у зинаиды появились дети мама полностью посвятила себя ее детям но в юности и в молодости она в общем как сказать проявила себя в творчестве и у нее было достаточно много интересных работ отец зинаида евгений лансере к сожалению его не портретов не фотографии мне удалось найти потому что он погиб очень рано ее мама вдовела и ей было только лишь два года как я сказала отец ее матери дедушка по материнской линии был очень известный архитектор николай бенуа и братья которые стали первыми учителями зинаиды серебряковой первыми ее вдохновителями братья матери это архитектор и академик альберт бенуа и художник и писатель искусствовед александр бенуа надо сказать что в доме бенуа в доме лансере уже впоследствии да все занимались живопись увлекались рисунком и вот здесь как раз это работа серебряковой она запечатлела нарисовала это такие скажем так графические да это сангина уголь два портрета собственно говоря своих двух дядей альберта бенуа и александра бенуа да вот с правой стороны это альберт бенуа с левой это александр бенуа творческая атмосфера в их доме была и и и преемственность в этой семье да в этой династии определили конечно ее судьбу да для нее рисовать и писать кистью было также естественно как дышать как когда-то в одном из интервью сказала ее дочь екатерина серебрякова что в нашей семье дети рождаются с карандашом в руке и сразу же начинают рисовать тоже хочу вам показать пару ее автопортретов ранних достаточно до таких юных посмотрите какая здесь естественности как насыщены они по цвету и как замечательно они передают настроение вообще серебрякова была таким в общем очень признанным портретистом да и в эмиграции в париже именно этим впоследствии она будет зарабатывать себе на жизнь рисовала она всегда очень много начала рисовать будучи очень юной конечно и в итоге вот это увлечение и переросло стало ее конечно призванием в холодное время года зимой семья лансере жила в просторной квартире ее дедушки отца ее матери николай бенуа в санкт-петербурге рядом с мариинским театром а лето всегда проводили в имении в нескучном где собственно говоря зинаида и появилась на свет вот здесь вы видите ее тоже работают карандаш такой семейный портрет семья проводила время за чтением обсуждением книг домашними театральными постановками игрой на музыкальных инструментах ну и конечно рисование она по многу раз перечитывала редкие книги из большой очень домашней библиотеки и все родные занимались творческой работой ходили на этюды повзрослев кстати говоря зинаида работала в студии под руководством знаменитого художника русского ильи репина копировала разнообразные полотна из эрмитажа и впоследствии сказал что это для нее была удивительная школа где она почерпнул очень много мастерства вообще серебрякова рисовал очень много портретов родственников друзей у нее были была крестьянская тема очень интересная мы сейчас обязательно до нее дойдем но вообще первые ее шаги на поприще живописи такие уже более менее серьезные были связаны конечно с видами ее любимого нескучного да куда она всегда стремилась и всегда хотела вернуться вот здесь мы с вами видим усадебный дом акварель с левой стороны мы видим поля которые окружали поместье не скучно и это были одни из первых ее работ такие очень передающие тоже настроение конечно и удивительно она умела пользоваться цветом это тоже одни из первых ее работ яблоневый сад и капуста вот с правой стороны вот эта работа посмотрите как интересно все подобрано по цвету да сразу становится понятно что это осень что капуста уже созрела и она уже разного цвета и и скоро соберут деревья потеряли листья да то есть настроение передано моментально это вообще серебрякова очень отличало она как-то замечательно совершенно схватывала что настроение в портретах что настроение в природе невероятно естественно это передавало мы когда будем с вами говорить про ее марокканскую серию ближе уже концу лекции то мы с вами конечно там это тоже увидим для нее там было много сложностей когда она будучи в марокко это все-таки мусульманская страна где было запрещено в то время рисовать натуру до буквально за считанные какие-то минуты и секунды пыталась поймать красоту натурщицы или натурщика который соглашался для нее позировать а вот вот эта работа очень интересная да тоже одна из первых она написана в 1900 году при всей своей простоте которую мы здесь видим да казалось бы ну что мы видим видим яблоню с такими красивыми буквально вот просто какими-то даже где-то может не очень настоящими красными такими яблоками да и было всего 16 когда она написала эту работу и здесь конечно видно насколько колоритно насколько вот это вот молодое деревце яблоневая да заявляет о своем таком каком-то деревенском я не знаю здоровье что ли да она увешана этими плодами даже ветки чуть где-то прогибаются сзади мы видим назад на втором плане красивые беленые стены дома с такими же красными ставнями да вообще символы такого какого-то плодородия жизненной свободы природы они будут в ее работах всегда да то есть она на протяжении всей жизни будут к этому возвращаться ну собственно в том же 1900 году она выпустилась из женской гимназии поступила конечно же в петербургскую академию художеств куда в общем хотела поступить но учеба там ей не понравилось и достаточно быстро она сменила академию на художественную школу в то время очень известной меценатки марии тенишевой и впоследствии стала посещать мастерскую осипа браза ну а уже вот в 903 году надо сказать что когда она поехала в италию познакомилась там с очень талантливой художницы анны острому острова умовой лебедевой и как-то под ее влиянием и сама до приняла решение перестала сомневаться правильности выбранного пути приняла решение окончательно что она будет заниматься живописью но самостоятельно и уже без таких бы то ни было опытных наставников я показываю вам виды флоренции это знаменитый мост который есть во флоренции да описаны данте али герри вообще было очень много эскизов которые она привезла из из италии да но в частности вот вот эти два они такие наиболее известны после долгого перерыва потому что после смерти ее отца семья в основном больше времени проводила в петербурге но тем не менее в общем стали возвращаться в нескучное в усадьбу и здесь зинаида знакомится со своим будущим мужем борисом серебряковым вот здесь вы видите его портрет он не был из творческой семьи познакомились они когда они были еще детьми юными и в общем скрывали возникнувшие чувства потому что серебряков приходился зинаиде кузеном да то есть он был ее родственник и конечно брак между столь близкими родственниками был в то время большой проблемой да на него требовалось особое разрешение они даже подумывали я имею ввиду зинаида и борис принять лютеранство настолько велика была их любовь но дело неожиданно уладилось был найден священник и в итоге их брак состоялся они обвенчались в 905 году а спустя восемь лет у них было уже четверо детей вот здесь мы посмотрим сейчас на фотографии зинаида евгений с ее детьми у нее было две дочери вот здесь вы видите их и два сына сначала родились сыновья потом дочери сын евгений александр и дочери татьяна и екатерина о них мы тоже обязательно сейчас поговорим но просто немножко позже вот здесь вот можно посмотреть чудесные совершенно портреты сыновей вот и вот здесь вот так написано так заснул бенечка то есть имеется ввиду женечка да вот это ее сын женя вообще серебрякова признавали не просто мастером портрета а многие маститые художники того времени говорили что она совершенно удивительно рисует детей да то есть дети не получались у нее какими-то неестественными кукольными абсолютно получались живыми со своими эмоциями со своими какими-то характерами да то есть она очень естественно передавала портреты детей не только своих кстати говоря но в большинстве своем конечно писала своих детей вот здесь есть портрет детей в интерьере да няня занимается уже это видимо маленькая дочка и вот два сына такой небольшой набросок немножко я забежала вперед потому что надо сказать что сразу после свадьбы собственно говоря борис и зинаида отправились париж и она стала брать уроки живописи в легендарной академии дала гранд шумье но несмотря вот здесь вот мы видим французские пейзажи пейзажи кольюра куда она тоже доехала в то время вот такие средиземноморские да сразу в общем то это заметно несмотря на всю эту красоту и природы и прекрасного парижа и академии она мечтала вернуться в нескучно только там она чувствовала себя по-настоящему счастливой да и вот здесь я вам процитирую полная простота почти убожество почти тоска и уныние и все же счастьем жизни веет от этой комнаты и в ней ведет свою игру резвится и смеется ласковая молодость писал александр бенуа и и дядя об атмосфере деревенского быта в имении серебрякова обожала нескучно и и вернувшись в имение в 1906 году серебряковы стали родителями у них родился первый сын евгений через год второй сын александр борис работал инженером путей сообщения по долгу службы очень пропадал в командировках зинаида в это время неустанно работала да ее очень вдохновляли колорит деревенской природы бескрайние поля засеянные пшеницей и вот это вот невероятная как сказать вовлеченность в круглогодичный цикл крестьянских работ да в смену времен года есть в очень многих картинах серебряковы этого периода вот это вообще на самом деле одна из таких известнейших тем работ серебряковой крестьянская тема самая известная пожалуй что работа вот та которую мы видим справа на по-разному называется в разных местах либо это уборка хлеба или жатва но здесь конечно невероятно колоритная работа да как она умела восхитительно играет с цветом да на дальнем фоне синее что-то может быть река или озеро абсолютно перекликается с элементами синего в одежде крестьянок вот эти вот удивительные красные кофты и юбки они разговаривают как бы с этой пшеницей которые они собирают да то есть конечно работа невероятно насыщенная да и еще вам покажу да вот здесь есть тоже такие эскизы наброски да то есть это тоже сбор урожая да и здесь они скажем так настолько здорово крестьянки прописаны да что такая в них сила жизни что ли да абсолютно жизнеотверждающие здесь вот еще одна тоже крестьянка с с как бы это правильно сказать с емкостью для я думаю что это емкость для воды к этому же периоду относится пожалуй что одна из самых известных работ серебряковой называется она за туалетом она начала писать этот автопортрет как сама она говорила в общем-то шутку играючи да но наверное именно эта картина и сделала ее в общем тоже очень знаменитой сейчас вам процитирую что она писала я решила остаться с детьми в нескучном мой муж борис анатольевич был в командировке зима в этот год наступила ранее все было занесено снегом наш сад поля вокруг сугробы выйти нельзя но в доме тепло и уютно и я начала рисовать себя в зеркале вспоминала она потом брат серебряковой евгений написал ей что скоро в москве будет открыта выставка мир искусства и ей непременно нужно обязательно что-нибудь выставить и она посылает туда две работы вот эту работу за туалетом и вот эту работу которая мне например очень нравится мне кажется она действительно опять таки потрясающе передает как же здорово она владела цветом казалось бы это зеленое все все зеленое зеленое поле да работа называется у нее такое название интересное зеленя осенью вот эти две работы она отправляет на выставку они получают невероятно хвалебные отзывы и критиков и живописцев приобретаются советом третяковской галереи в галерею да и александр бенуа напишет автор портрет серебряковый несомненно самая радостная вещь вот мы вернемся сейчас к нему здесь полная непосредственности простота истинный художественный темперамент что-то звонкое молодое смеющиеся солнечное и ясное что-то абсолютно художественное но он действительно абсолютно прав посмотрите какая здесь естественность невероятная темпераментность действительно и молодость вот все абсолютно цвет кожи какие-то заколки на столике жемчужные бусы розовый платок все это передает такой вот абсолютно свежий задорный колорит картины это на самом деле большое конечно искусство что в общем то и было признано наступил творческий расцвет серебряковый и одновременно с этим триумф отмечала и новое русское искусство потому что именно в это время появляются такие но классики по очень известные русские художники как валентин сиров константин сомов константин коровин виктор борисов мусатов надо сказать что авангард который уже в общем почти что приближался все-таки еще был не столь силен и казалось в тот момент и серебряковой казалось что русская живопись пойдет скорее по вектору мане и дега а вот но конечно это было не до конца так потому что появились последствия конструктивисты и много интересных авангардистов в работе серебрякова не использовала абстрактных форм она не любила авангард она предпочитала изображать природу детей портрет красивое женское тело и вот здесь мы с вами посмотрим на следующую ее работу такие если не знать название этой работы такие практически греческие где-то богини нимфы да работа называется баня она написала ее в 913 году вот здесь мы видим эскиз и конечно это крестьянки для которых это банный день но насколько опять таки здесь во-первых передам колорит во вторых насколько дышит жизнью эта работа да то есть очень жизнеутверждающим в это время у нее рождается еще двое детей девочки татьяна и екатерина вот здесь мы видим ее в центре ее портрет с ними и по бокам тоже мы видим слева младшая екатерина которую в семье было принято звать кот а справа старшая татьяна с которой она не увидится 36 лет уехав в париж вот в этот период серебрякова очень тосковала много рисовала мужа домашних себя и одна из ее очень известных работ это называется портрет детей работа называется за завтраком 1914 года посмотрите насколько здорово опять таки и композиция построена и цвет подобран да все друг с другом разговаривает что называется да и очень домашняя такая мирная сцена кольца салфеток белая скатерть фарфоровая супница бабушка которая наливает из нее суп да то есть такая абсолютная мирная жизнь которая в общем очень уже контрастировала с надвигающейся бедой потому что в это время уже шла первая мировая война и к россии приближалась революция как я вам уже сказала что вот в начале нашей лекции да что искусствовед алексей савинов он в свое время сказал художница создала совершенно особый жанр в очень трудной области детского портрета в которой так легко делать кукольные сентиментальные изображения но в ее работах дети очень естественные они живут как бы своей жизнью маленьких людей у которых есть много своих что называется серьезных дел и интересов вот здесь есть еще такой такая работа тоже замечательная это семейный портрет с мужем вот здесь ее муж я так думаю что мама и трое детей видимо они читают в 1916 году александру николаевичу бенуа была поручена роспись казанского вокзала в москве и он привлекает к этой работе зинаиду и она занялась темой стран востока до индия япония турция вот здесь мы с вами видим индию 2 у нее есть эскизы здесь один сангин и вторую же красками вот и вот здесь мы видим японскую адолиску и турчанку справа она аллегорически в общем представила эти страны виде прекрасных женщин вот ну и одновременно начала работу над композициями на тему античных мифов революция семнадцатого года застала серебрякова в родовом имени в нескучном в одночасье рухнул спокойно устоявшийся усадебный быт надежды на выставки за рубежом каникулы на крымском побережье соседние имени разорялись находиться в нескученном тоже уже было небезопасно но поскольку ее муж был не принадлежал к миру искусства он был востребованным специалистом по строительству железных дорог и как я уже говорила много ездил в командировке он уехал в командировку в сибирь отправился потом москву почта работала очень плохо и писем она практически от него не получала и невзирая на в общем отсутствие материалов для работы и жизнь очень был сложный период да почти впроголодь она продолжала рисовать продолжала писать и вот в семнадцатом году она пишет тоже одну из своих очень известных работ она называется беление холста обыденная такая крестьянская работа она здесь как бы показана как своего рода ритуал да а образы крестьянок настолько они здесь статные красивые да у них такие плавные движения да мне кажется даже видно на этой работе как они двигаются да что они скорее здесь за счет низкого горизонта да вот мы с вами работа заканчивается практически на их головах грубо говоря да и величавости фигуры они скорее похожи на античных богинь нежели чем на работниц в поле но конечно колорит передан невероятно и опять таки она мастерски работает светом здесь столько оттенков синего и красный говорит с красным и вот эта белая ткань которую они переворачивают складывают да то есть в общем конечно работа очень красивая в девятьсот девятнадцатом году наконец из оленбурга возвращается борис перевозят семью из нескучного в харьков и в очередной раз по долгу службы уезжает в командировку где заражается сапным тифом и вернувшись домой буквально на руках у зинаиды он умирает серебрякова в 36 лет становится вдовой точно так же как ее мать и удивительное совпадение борису серебрякову было 39 лет как и отцу художницы когда тот умер один в один она пишет в этот момент ах так горько и так грустно сознавать что жизнь уже позади что время бежит и ничего больше кроме одиночества старости и тоски впереди нет а в душе еще столько нежности и чувства я в отчаянии все так безнадежно для меня хотя бы уехать куда-нибудь забыться в работе видеть небеса природу она пишет это своей подруге галине тисленко в харьков в 1922 году в харькове жизнь была очень непростая с четырьмя детьми на руках ей было никого не на кого положиться писать ей было в это время очень тяжело масляные краски были совершенно непозволительной роскошью у них не было писала на уголем карандашом вот и в это время и приходит ужасное известие из нескучного родовое имение разорено сожжено и при пожаре погибли все ее работы ну чтобы заработать серебрякова принялась рисовать таблицы для таблицы исторических находок для археологического музея при харьковском национальном университете в общем это было конечно невероятно скучно для нее но эта подработка была удачей она позволяла как-то прокормить детей и очень уже старенькую мать в то время и вот она пишет свое может быть пожалуй самое такое мрачное произведение карточный домик да где дети складывают этот домик и он вот разрушится да так же как и мир серебряковых которым они жили единственной радостью конечно были ее дети и вот ее подруга Галина Цесленко описывала их таким образом что меня поразила красота всех детей Зинаида Евгеньевны каждый в своем роде младшая Катенька остальные дети называли ее котом это фарфоровая хрупкая статуэтка золотыми волосами нежным личком восхитительной окраски а вот здесь все эти дети да вот она здесь младшая Катенька вторая тата старше Катеньки поражала своими темными материнскими глазами живыми блестящими радостными жаждущими что-нибудь совершить прямо сейчас данный момент сыновья Зинаиды Евгеньевны не были похожи один на другого Женя Блондин с голубыми глазами глазами с красивым профилем а Шурик Шатен с темными волосами оставаться в Харькове скоро стало невозможно не было заказов не было рядом близких и в 920 году Серебрякова получает приглашение перевестись в Петроградский отдел музеев и решает перевести семью в Петроград осели они на Никольской улице в той же самой квартире ее деда Николая Бенуа поселились в трех комнатах поставили буржуйку пишет она в остальных комнатах приходилось ходить в пальто под мастерскую была отведена небольшая комната с балконом ее легче было отапливать вспоминает дочкой художницы дочка Серебряковой Татьяна Серебрякова в дневнике того времени Зинаида пишет о бытовых невзгодах выпавших на ее долю о подавленном состоянии и все эти годы она конечно думает о своем мужу которого она невероятно любила и пишет четыре его портрета вот здесь я вам показала как серию где он одет свою форму три портрета на самом деле их конечно намного больше ну новая власть в Советском Союзе хоть и не отбирает квартиру но подселяет туда естественно чужих людей но большому счастью ими оказываются близкие по духу искусствовед Сергей Эрнст и художник Дмитрий Бушин вот их портреты которые написала тоже Серебрякова они неразлучные друзья страстные оба балетоманы и благодаря их помощи старшая дочь Зинаида Татьяна начинает посещать балетные занятия Серебрякова невольно становится таким своего рода наблюдателем за интересным миром за кулисьем и Мариинского театра и появляется целая серия балетных сцен в основном это пастель до техника они нарисованы очень легко танцовщицы передел передевающийся готовящийся к выступлениям невесовые гранциозные как напишет потом ее дочь Татьяна она любила и ценила дыга знаменитого дыга которые у которого была серия тоже балерин но в своих работах посвященных балету шла своим путем видела этот мир своими глазами зарабатывала Зинаида Евгеньевна преимущественно выполнением портретов на заказ но гонорары были настолько маленькие что они проедались быстрее чем работы были закончены и ей едва удавалось прокормить детей мама помогала ей очень с хозяйством и детьми но у нее все равно не оставалось достаточно времени и сил на полноценную работу она напишет дядя Шура вот кстати здесь еще замечательные совершенно балерины в синем портрет балерины и портрет вакха дядя Шура советует поступить по-мужски отбросить ежедневные заботы всерьез приняться за работу рассказывала она результаты работы в чем он не сомневался принесут свои плоды а следовательно и возможность создать приблизительно нормальное существование но дядя Шура не мог понять что мать хотя боевременно не может видеть абсолютно голодных детей и конечно она должна была зарабатывать здесь и сейчас первые годы после революции в стране началась в россии началась очень такая оживленная выставочная деятельность и в 1924 году серебрякова выставляет свои работы на очень большую выставку русского изобразительного искусства которые едет в Америку все предоставлены представленные ей картины продаются и на вырученные деньги она решается ехать в Париж к Александру Бенуа где намечался большой заказ на большое панно в надежде заработать денег и вернуться но этому не суждено было случиться и ее нога больше никогда не ступит на родную землю а двоих из четырех своих детей она увидит лишь спустя 36 лет вот здесь вот видимо незадолго до отъезда да это Тата и Катя у зеркала эта работа называется а это ее сын Александр за работой за рисунком он тоже кстати замечательно рисовал в эмиграции во Франции серебрякова проведет большую часть своей жизни 43 года да перспективы в общем оказались на чужбине когда она приехала не такими радужными как ей казалось работы было очень мало и она чувствовала себя очень одиноко вдали от всех кто был ей близок и дорог в этот момент она пишет я вечно одна нигде нигде не бываю вечером убийственно тоскую пишет она Эрнсту и Бушину после полтора полутора месяцев нахождения во Франции вы конечно судите и презираете меня за то что я пишу такие неинтересные ноющие письма из Парижа и до сих пор ничего не успела нарисовать и заработать вот к этому периоду относятся ее работы про пейзажи Люксембургского сада в Париже тоже очень мне кажется красивые колоритные опять-таки невероятно она невероятно работает с цветом да насколько с правой стороны мы видим такой легкий пейзаж воздушный они оба осенние и левый правый но правое это какое-то солнечное утро оно такое прозрачное да а слева это тоже осень но это наверное уже ближе к вечеру краски более насыщенные да конечно она была большой мастер цвета в Париже Серебрякова жила замкнута дружила с семьей Бенуа и перебравшимися в Париж художником Сомовым а впоследствии ее бывшими соседями Дмитрием Бушиным и Сергеем Эрнстом вот это автопортрет этих лет 1930 год без детей ей конечно было очень трудно чтобы не проводить лето в душном Париже она осваивала французскую ривьеру Прованс Британь ездила к родственникам в Англию Швейцарию посетила снова Италию но для экономии снимала самое простое жилье деревенское и вдали в общем-то от всех отдыхающих вот здесь сейчас я вам покажу несколько пляжей Британии которые она написала смотрите насколько разные они будут сейчас по цвету и колориту да здесь мы видим такой свет невероятный да то есть светло-светло пастельные светлые краски и вот они следующие работы да по Брежье Британии видимо погода испортилась может быть это даже тот же пляж ну и улочки старого городка все заработанные деньги серебрякова отправляется в Петроград вставляя себе лишь средства на оплату жилья на еду зарабатывать деньги живописью в Париже было очень непросто можно сказать что ей на пятки наступал авангард традиционная приверженность классическим формам оказалась уже совершенно не популярной и публика с каждым годом становилась все более равнодушной к ее творчеству ей было порой даже трудно снять квартиру мастерскую не было чем платить натурщикам вот ну и кроме того она была совершенно она была настолько творческим человеком и совершенно не приспособлена заводить какие-то нужные связи контакты презентовать себя продавать себя да Сомов писал про нее что в 1927 году она отправила самые свои неудачные работы на выставку не выставила портреты людей которые могли впоследствии бы заказывать ей еще больше быть меценатствовать и помогать чем в общем отвернула от себя половину публики вот один здесь из портретов дама с собачкой с пекинесом да портрет написанный пастелью тоже совершенно изумительно написанный передан цвет настроение как и в россии в париже сразу же признали серебрякову мастером портрета но несмотря на это она бралась порой писать портреты за гроши трудилась бесплатно в надежде на то что ее порекомендуют следующим клиентам а вот и как опять-таки напишет сомов что зинаида делает много портретов даром за обещание рекламировать но все получают чудные вещи и забывают в 1905 году серебряковой с помощью ее дяди александра бенуа удалось добиться выезда в париж младшего сына александра а в 1928 году младшей дочери екатерины вот здесь мы видим их уже подзрослевшими да это ее тоже работы они оба пошли по семейной стезе художественной прекрасно рисовали но 15-летняя катя почти полностью взяла на себя работу по дому готовку покупки уборку а вот брат стал вносить свой какой-то вклад в бюджет семьи и он делал удивительные заказы для разных магазинов парижа мне он делал абажуры с видами парижа сам их сочинял и в общем получалось очень неплохо вот поскольку серебряковой было всегда очень сложно с деньгами то дети стали главными ее моделями и со временем конечно не могли уделять так много времени позированию середине 930-х годов александр был уже востребованным художником он делал интерьеры вот здесь мы можем посмотреть интерьер его исполнение это еще один его портрет вот создавал декорации для театра и кино и книжные иллюстрации екатерина писала пейзажи натюрморта изготавливала макеты исторических интерьеров но она конечно была по-прежнему правой рукой матери решала все ее бытовые вопросы сопровождала большинстве поездок по франции и поэтому в общем то честно говоря свою художественную карьеру она не не построила вот здесь вот да мы видим екатерину здесь она делает какие-то декорации я так думаю для театра куклы и вот ее портрет который написала зинаида евгеньевна практически уже ну под конец жизни она пишет всю мараю свою старую физию моделей у меня нет писала серебряковой работе над поздними автопортретами при том что надо сказать несмотря на почтенный возраст на этих автопортретах даже вот на этом вы можете посмотреть на них изображена достаточно молодая женщина не особо изменившаяся за последние несколько десятков лет и надо сказать что серебрякова не льстила себя на этих картинах потому что ее дочь татьяна который удалось встретиться с матерью спустя 36 лет разлуки в 1960 году в их вспоминаниях напишет мама никогда не любила сниматься я не представляла себе как она выглядит и была обрадована увидев что она до странности мало изменилась она осталась верна себе не только в своих убеждениях искусстве но и во внешнем облике та же челка тот же черный бантик сзади кофта с юбкой синий халат и руки от которых шел какой-то с детства знакомый запах масляных красок двадцать восьмом году все-таки удача улыбается серебряковой и после участия в выставке старое новое русское искусство в брюсселе она получает предложение очень выгодное предложение от бельгийского барона броуэра написать портреты членов его семьи но на этом история не заканчивается потому что барон спонсирует ее путешествие в марокко в двадцать восьмом году и тридцать втором с одним условием что после возвращения серебряковой он выбирает из ее марокканских этюдов любые понравившиеся и вот она едет марокко конечно как я уже говорила в начале нашей лекции оказавшись в общем в этой экзотической африканской стране она должна была рисовать невероятно быстро никто не соглашался позировать да к тому же передвигаться по марокканской медине без риска заблудиться было очень трудно и у нее был только один шанс чтобы схватить образ и она сделала десятки набросков людей разных рас восхищаясь их колоритной красотой меня поразило все до крайности и костюмы самых разнообразных цветов и все расы человеческие перемешанные здесь природа северной африки экзотика касабланки маракеши арабские кочевники африканцы в бурнусах загадочные мусульманки снежные отроги атласских гор все это конечно для нее было невероятным впечатлением которое она мастерски здорово живо абсолютно вот совершенно по-своему передала на на бумагу перенесла на бумагу да вот здесь посмотрите какие красавицы марокканки насколько они естественны и насколько они колоритны и красочны во время своей поездки по марокко серебрякова сделала порядка 60 набросков и этюдов вот есть еще марокканки в национальных костюмах в общем конечно невероятной красоты и все это пастель вы видите что это достаточно быстрая эскиза потому что действительно никто не позировал вернувшись париж серебрякова даже организовала выставку этих марокканских работ которая собрала множество восторженных отзывов но продать к сожалению ничего не удалось кроме того что было обещано барону броеру вплоть до 40-х годов серебрякова оставалась гражданка ссср хранила большую надежду на воссоединение семьей но во время оккупации франции ей грозил концлагерь за связь ссср и чтобы получить нансенский паспорт это был такой международный документ который удостоверял личность беженства ей беженцы ей пришлось отказаться от советского гражданства что это значило это значило прекращение переписки с родными оставшимися в советском союзе да и возможность получать от них письма появилась лишь через шесть лет а в 57 году 1957 году постоянные представители ссср при юнеско владимир кименовой и посол ссср во франции сергей виноградов передали художнице предложение от советского правительства вернуться домой но конечно серебрякова была уже очень пожилым человеком ей было 70 лет пришли болезни плохое самочувствие она практически не писала и на переезд она так и не решилась но это я забегаю немножко вперед хотя в 1960 году до буквально вот вскоре после того как ее пригласили вернуться она узнала что она наконец-то встретиться со старшей дочерью татьяны которая на тот момент была уже таким признанным художником сценографом да работала во мхате и ей разрешили посетить мать в париже после 36 лет разлуки когда они увиделись татьяна серебрякова по возвращении обратилась в правление союзу художников чтобы организовать выставку произведений матери на родине и это совпало с оттепелью в ссср в то время была в общем поставлена задача вернуть лучших художников и представителей искусства из числа эмигрировавших и серебрякова до последнего не верила происходящему хотя собственноручно несмотря на возраст набивала подрамники прикладывала к ним картины но не могла поверить даже тогда когда ее работы уже были отправлены в россию боялась не оправдать ожиданий боялась что ее найдут банальный скучный все-таки долгие десятилетия до ее живописи никому не было дела и в 1965 году за два года до ее смерти наконец-таки открылись сразу три ее выставки в москве киеве и ленинград подготовка к ним заняла пять лет ей было уже восемьдесят и она очень ждала реакции вести реакции публики вести о том как публика реагирует на ее картины и дождалась успех был оглушительный толпы у входа на выставки восторженные отклики в газетах в одну секунду десятилетиями забытой она стала знаменитой советские музеи скупали картины печатали альбомы миллионными тиражами с ее работами и наконец-таки картины серебряковые видели те кто только слышал о ней да и для многих не только для не только для соотечественников она стала открытием таким совершенно открытием русского искусства ну вот наверное пожалуй что подошла к концу наша наша лекция да я сейчас